Телеканал КРТ представляет Придется выступить миротворцем, что в случае успеха принесет ему очередные очки в борьбе за переизбрание. О возможных переговорах сообщила газета «Политика». В материале нефтяные руководители спрашивают, Трамп на чьей ты стороне? Согласно статье о 24 марта, Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора, сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией. По словам Ситтона, он по телефону связался с Мохаммедом Баркидо, генеральным секретарем ОПЕК, и рассказал о планах связаться с министром нефти Саудовской Аравии и российским министром энергетики. Одним из немногих третьих радующихся в нефтяной войне, возможно, в очередной раз окажется многолетний лидер Белоруссии Александр Рукашенко, вновь пытающийся высидеть компромисс с Москвой на своих условиях. Согласно информации Белорусского информационного агентства «Белта», 21 марта после заслушивания доклада по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, Александр Григорьевич заявил, что российская сторона полностью приняла предложение Белоруссии по поставкам нефти. Справедливости ради отметим, что господин Лукашенко сформулировал эту мысль следующим образом. Цитата. «Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти. Вопросительный знак. Конец. Цитата. Разумеется, белорусское государственное агентство интерпретировало вопрос своего президента как риторический. Но позже глава его администрации Игорь Сергеенко подтвердил данную информацию. 23 марта агентство Reuters сообщило, что Россия согласилась снизить цену на нефть для Белоруссии на 15,7 долларов за тонну, что на 12 долларов за тонну больше, чем предлагаемая раньше скидка. Впрочем, в пересчете на привычный баррель это означает скидку чуть более 2 долларов, что, например, в 4 раза меньше скидки, которую делает к биржевой цене Саудовской Аравии. Источники российского информационного агентства Росбизнес Консалтинг подтвердили порядок этой скидки. Ранее РБК сообщало, что промежуточным вариантом, предлагавшимся российской стороной, была скидка в 7 долларов, что было отвергнуто Минском. Но, как мы понимаем, торги между Москвой и Минском по цене на нефть являются лишь одним из фрагментов борьбы вокруг глубины интеграции в рамках союзного государства. И относительный успех Лукашенко является лишь эпизодом в этой борьбе. К слову сказать, на момент записи программы было известно, что из общего размера скидки в 15,7 долларов за тонну, российские нефтяники снизят цену только на 10,7 долларов. А кто компенсирует остальную часть скидки и еще 5 долларов, оставалось предметом обсуждения. Если после всех громких заявлений терпилой вновь окажется российский бюджет, то можно только поаплодировать находчивости Александра Григорьевича, вновь поимевшего с Кремля деньги, но не продавшегося за них. Завершая тему, можно отметить, что Минск 24 марта пустил еще одну шпильку в адрес Москвы. Мол, Россия является источником нелегальной миграции для Белоруссии, тогда как с Евросоюзом таких проблем нет. О чем заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков на заседании комиссии по международным делам Палаты представителей национального собрания. Да и в целом Минск показал, что умеет бороться с Москвой.